друзья мои дорогие всем добрый день на связи наша рубрика не суди других или суди других баба вера расскажет очередную историю эту историю мне моя знакомая уже достаточно давно рассказывала естественно все имена изменены как у нас с вами и будут звать давайте и будут звать ксюша например в чем там история история банальная в общем-то женщина на тот момент я там был уже так под 40 долг-долг жила своим мужем рутина быт чувству уже не те но в общем-то все достаточно такое стандартное и сами знаете что да в такие периоды нередко в семьях бывает нашла себе ксюша любовником была там определенная история был там мужчина помоложе ее нет не по типу альфонс ну там кто-то чего-то с работы парень и парень нормальный достойный симпатичный и фишечка то в чем на тот момент ксюша жила с мамой их ее мама по состоянию здоровья она там не была совсем там какая-то лежача больная да там она в принципе там дееспособны и было все с ней нормально было но были определенные проблемы со здоровьем и ксюша хотела как лучше ксюша ее к себе в квартиру привезла муж был не против него уж прям рад но не возражал квартиру них была достаточно большая там них ребенок был на тот момент уже такой взросленький до школьного возраста в общем а ну и как-то ксюша в порыве доверия откровения какого-то поделилась с мамой тем что у нее есть любовник она на тот момент с этим любовником уже больше года встречался на действительно была влюблена в этого молодого мужчину хотя планов у нее не было разводиться тот тоже был не свободен молодой мужчина в общем встречались и встречались да там были какие-то свои терки из-за чего-то она переживала какие-то страсти кипели собственно поэтому она маме и выговорилась хотела поддержка какой-то получить тема деликатная и сами понимаете далеко и подружки ты не каждый про это расскажешь даст что там заказа подружки ему захотят они отомстить или еще что-то сделать мужу там слить в общем то ксюша посчитал что маме можно рассказать но мама на нее начала нападать с обвинениями что-то шеи бэй что в общем-то да не недостойный какой-то себе вариант нашла причем мама там такая позиция интересная была она не в сне не не в общем то знаете за мораль топила за то что вот мужу изменять нехорошо и зачем ты так делаешь у вас семья у вас ребенок а топила она в сторону того что типа ты с каким-то голодранцем он тебе там особо денег каких-то не дает мне не как он для тебя не старается никак он тебе тебе жизни ну там жизни не помогает зачем ты с ним вот зачем тебе вся эта история и ты там и дура и ты там дальше то всякие обзывательства были то что как ксюша раз к рассказывал нее мама такая она на слово очень резкая там и маты чего-то чего только не происходило и небольшую предысторию тоже к этому хочу рассказать в принципе ксюша осознавала что она у мамы не любимая дочка у мамы еще был сын да брат ксюша младший брат но так получилось что он умер в юношеском возрасте и мама вот его прям очень любила она причем и в открытую в свое время даже говорила что вот я сына как бы больше люблю я о нем больше переживаю но а ксюшка чё она выкрутиться она молодец там она самостоятельно и так получилось что ксюши вузе на бесплатном сама выучился как-то в жизни устроилась на нормальная очень такая благополучная жизнь у нее было который она сама себе выстроила и да да у нее ну все неплохо было там понятно что историю там с самим фактом наличие любовника до морализаторство по этому поводу давно опустим на каждый сам принимает решение а вот в общем-то ксюши то не было иллюзии насчет того что мама ну как то вот супер ее любит но правда ей хотелось какую-то все равно там любовь заслужить она заботилась о ней как могла но мама так холодно все это воспринимала а вот после того как то и рассказал еще про любовник маме вообще сказала да то есть ты будешь теперь делать вот все что я захочу все что я попрошу иначе я пойду и твоему мужу все это расскажу ты знаешь мне терять нечего я старая больная женщина я свою жизнь прожила мне типа пофиг а ты шеи б и да ты заслужишь свое то есть вот такую вот агрессию она от мамы фактически получила и как только а мама там тоже там понятно ксюша содержал ее ксюши там лекарства получал данного мама там было очень много требований в плане того что ксюша много времени дома с ней должна проводить ксюш там как это у них дача была на эту дачу должна была ездить там хотя на нее ничего не росло и мама давно уже ничего не сажала то есть у мамы всякие такие условия и были эгоистичные и мама ей начала выкручивать руки начала ее шантажировать вот и история это сложно сказать сколько бы она длилась и мама была настроена решительно она бы правда рассказала бы все мужу то есть она ей совершенно ксюшу там не жалко было да как же женская солидарность а как же вроде как отношения мамы и дочки ведь у мамы кроме ксюши близких людей больше не было вообще мало несколько раз была замужем мужья все там либо умерли либо своей какой-то жизнью живут больше детей у нее нет особо в плане карьеры там финансов она тоже ничего такого не нажила то есть она по сути зависела от своей дочери плюс проблемы со здоровьем были продолжала выкручивать руки ксюша была достаточно такая терпеливая смиренная как могла острые углы сглаживала мать ей продолжала ворчать на то какая-то шейбэй как ей быстрее надо с этим любовником расставаться не знаю чем бы закончилась эта история мама наверно рассказала мужу я думаю она вывалила бы как ксюша говорит она вот уже прямо на грани было пару раз вот уже знаете как манипуляция собачий свисток вот прям вот сейчас сейчас я вот уже расскажу вот помучайся но что-то мамы последний момент останавливал наверное факт того что ребенок школьного возраста рядом находился закончилось все тем что ксюша просто сама благополучно с мужем развелась так получилось что и у мужа какая-то история на стороне возникла они подумали что наверное смысла какого-то нет им вместе быть и каждый расселился в итоге она не выдержала на маме отдельную квартирку организовала дома мама мама с возрастом проблемы еще появились там уход какой-то организовал да она к ней ездила ездил практически каждый день но уже нет не доверяла мам еще много лет прожила что же мама нет в живых вот но отношениях теплыми какими-то так и не стали и по поводу ксюшиного развода мама очень жестко проходил что тип ты шейбейт и вот заслуживаешь вот такой вот жизнь хотя еще раз говорю я тогда знаю эту ксению даму работе какое-то время с ней сотрудничали адекватная дам прекрасная женщина тогда никаких у нее особо перекосов нет желанная жила свою жизнь ну то есть что мы видим а вот в таком поведении мамы во первых вот это вот женская ревность женская вот это вот зависть да мне кажется дико то что мама по молодости красивая была там ксюша говорит были у нее поклонники видимо она среди своих поклонников себе какого-то очень-то богатого не нашла как она хотела и вот сейчас она по сути не ксюшу гнобить за то что та посмела себе там кого-то бедного молодого любовника найти за то что вроде как вспоминает у самой нее сценарий вот этот вот не реализовался то есть перенос психологическая защита что еще у мамы просто объекта для ненависти для вот этой вот агрессии нет никакого а ксюша это единственный по ходу удобная какая-то ситуация какая-то вот эта вот ситуация то есть к сожалению вроде видите даже самый близкий человек а вот такая вот подстава такой такой нож в спину угроза фактически предательство как же женская солидарность а как же мама и дочка если бы ситуация затянулась наверное мама сама правда мужу бы все рассказала были ли вы вот кто-то из вас в такой ситуации расскажите пожалуйста может быть слышали подобные истории на и знаете ли вы таких мам которые он задают своих детей своих дочерей насколько это с вашей точки зрения да это частая история и что это женская ревность или это правда может быть там какие еще у нас версии могут быть желание мамы чтобы дочь какую-то трансформацию прошла и стала какой-то супер верный супер честный надо все вот такая вот история такое тоже бывает делитесь в комментариях друзья мои всем пока всем до скорых волнующих встреч